Вечером в понедельник в Белграде продолжились массовые протесты против результатов неочередных парламентских и местных выборов в Сербии. Несколько тысяч человек наводнили улицы возле правительственных зданий. Они обвиняли власти в подтасовках результатов голосования и требовали провести расследование. Когда мертвые институты, которые способны контролировать власть, единственный путь – это выйти на улицы. Мирные протесты и как можно больше людей. Мне жаль. Я родилась в 2002-м, и я сожалею, что демократический переход тогда не состоялся. Если бы мои родители вышли на улицы тогда, мне не пришлось бы выходить сегодня. Но если нужно, мы закончим эту борьбу. Оппозиция обвиняет президента Сербии Александра Вучича и его правящую партию, собравшую на парламентских выборах более 47% голосов в фальсификации результатов выборов путем вброса бюллетеней и коррупции. 24 декабря оппозиционеры попытались ворваться в здание городской администрации Белграда. Более 30 человек были арестованы. Ряд экспертов уже сравнили ситуацию в Сербии с той, что в 2004 году закончилось первым майданом в Украине. В понедельник оппозиционеры обвинили полицейских в излишнем насилии в адрес протестующих. «Сегодня вечером мы вышли сюда с мирным протестом. И мы останемся мирными. Но это не будет длиться вечно. За нами стена, к которой нас прижали. А перед нами полицейские кордоны. Я спрашиваю Александра Вучича, кто платит за эти полицейские дубинки? Кто платит за эти перцовые баллончики и слезоточивый газ? Кто за это платит?» Александр Вучич обвинение в фальсификации отрицает и сам обвиняет оппозицию в том, что их действия подрывают независимость Сербии и якобы координируются на средства Запада. «Я был на террасе резиденции вчера вечером, где находится мой офис. Протестующие меня нисколько не запугали. Я не убежал ни в какую другую страну. Я не прячусь ни в одном из бункеров. Я никогда не буду прятаться от хулиганов и жестоких людей. Я всегда буду рядом с нашим народом. Мы будем защищать и сохранять демократию. Мы будем защищать и оберегать мир и стабильность в нашей Сербии». Премьер-министр Сербии Анна Брнабич в интервью местному каналу заявила, что российские спецслужбы предупреждали Белград о готовящихся протестах. По сообщениям агентства АФП, в понедельник Вучич встречался с послом России в Сербии и проинформировал его о воскресных стычках между протестующими и полицией. Российская сторона, чьим союзником считается Вучич, назвала результаты выборов легитимными, а беспорядки в Белграде – вмешательством Запада. «Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе и за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем. Мы не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в Белграде. Все, что происходит, это исключительно внутреннее дело Сербии. Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться ни в какие внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной нам и партнерской Сербии». Сербия уже много лет является ближайшим союзником России на Балканах. И усиление российского влияния в стране продолжается. К примеру, летом этого года в Сербии зарегистрировано отделение организации «Другая Украина». Ее в России после обмена создал Виктор Медведчук, обвиненный в Украине в госизмене. Руководить филиалом в Сербии будет депутат Драгон Странаевич, который публично поддерживает политику России.